Здравствуйте! Вы смотрите «Реальность» на канале Репортер 73. Каждый день, вечер и утро мы рассказываем о значимых событиях из жизни Ульяновской области. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Бренды в поиске партнеров. Свои предприятия – гарантия устойчивой экономики. Закупочная сессия собрала представителей крупных участников рынка. Забота о природе с юных лет. На страже здоровья планеты, наука и современные технологии. Программу экологического образования детям доступна, интересно, повсеместно. По зову сердца. Добровольцы прибывают и отбывают. Желающим заключить контракт – содействие и поддержка. Ульяновцы готовы постоять за отечество. 114% с начала года. Темпы роста промышленного производства в регионе имеют положительную динамику. Во многом благодаря машиностроительному сектору. С 70-х годов прошлого века именно в этом направлении шло развитие региональной столицы. И хотя в 90-е многие позиции мы сдали, сегодня снова берем свое. Одним из механизмов настройки горизонтальных связей промышленников России внутри нашей страны, а также с дружественными государствами, выступают тематические закупочные сессии. Об одной из них расскажет Евгений Луковкин. В Ульяновске стартовала третья закупочная сессия транспортного машиностроения. На этот раз представители более 80 компаний со всей России и некоторых зарубежных стран встретились здесь, в городе Ульяновске, для того, чтобы обсудить партнерские взаимоотношения. Одни покупают, другие предлагают свой товар. И самое главное, здесь очень много говорят об импортозамещении, а это очень важно сегодня для нашей страны и наших партнеров. Это место, где работают крупные компании, представители известных автомобильных брендов, ищут потенциальных партнеров. Тема импортозамещения центральная. По многим позициям вопрос закрыт, но номенклатурный список необходимого еще более чем широк. Один из действительно ключевых моментов – станочный парк. Можно постепенно переходить на китайские аналоги, а можно на свои. Ульяновский станкостроительный снова в строю. В сентябре сделал первый станок, и до конца года их будет ровно 40. В 2025-м предприятие выйдет на половину проектной мощности, а к концу 2027-го года на полную. Это 500 различных ЧПУ-станков за 365 календарных дней. Основная, конечно, задача – рассказать о нас, что мы начали опять работу, потому что длительное время, больше двух лет, завод не работал. Это первое. Но в то же время будет интересно, может, мы найдем кого-то здесь и партнера. Потому что я уже прошелся, посмотрел, есть потенциальные у меня уже интересы, и я бы хотел пообщаться подробнее. Впервые на сессии в нашем регионе довольно известный уже в Южном федеральном округе и в целом по стране бренд – завод-изготовитель деталей с помощью 5D-принтера. Промышленные установки перенастраиваются под запросы конкретного заказчика, а продукция не уступает по качеству оригинальным образцам. Мы на самом деле ставку делаем на любое предприятие, которому это будет интересно. Но в целом автопроизводители сейчас тоже сталкиваются с различного рода ограничений. На данную сессию мы попали с помощью наших коллег из Волгоградской торгово-промышленной палаты, которые нам подсказали. И в целом очень продуктивно пообщались. И сегодня хотим с ведущими автопроизводителями пообщаться на предмет дальнейшего сотрудничества. Такое партнерство вполне возможно придется по душе предприятиям нашего региона, которые, кстати, постоянно развиваются самостоятельно, заключая выгодные контракты и завязывая партнерские связи по всей России и за ее пределами. Что еще важно, регион продолжает активную поддержку отечественного производителя. Прежде всего, инфраструктурные меры поддержки. Мы активно строим индустриальные зоны, промышленные парки, в которых можно действительно разместить свои производства. Это финансовые меры поддержки. Действует достаточно успешно региональный фонд развития промышленности. Мы его каждый год докапитализируем. В этом году только наша региональная доля почти 70 миллионов. В 2024 году в Ульяновской области на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено более 669 миллионов рублей, из которых 556 миллионов направят на приобретение жилых помещений, а 113 миллионов на оплату жилищных сертификатов. Уже законтрактовано 208 квартир. Жилье получили 184 человека. Однако в реальности существует проблема так называемых воздушных сертификатов, когда выдают документ, а денег на нем нет. Тему финансирования и обеспечения жильем детей-сирот подняли на заседании бюджетного комитета регионального ЗАГС Собрания. Подробности у Павла Петрикова. В сентябре 2024 года Комитет по промышленности Законодательного собрания Ульяновской области внес коррективы в госпрограмму развития строительства и повышения уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области. В соответствии с изменениями, порядка 60 миллионов рублей дополнительно направили на приобретение жилья для детей-сирот. В настоящий момент мы уже оплатили с учетом перераспределения 11-18 сертификатов, которые были выданы детям-сиротам. И с этими изменениями, которые сейчас рассматриваются, мы закроем все сертификаты, которые выданы и которые предъявлены министерству на оплату. Выдали 79 сертификатов, а оплатили только 18. Еще 61 сертификат можно считать воздушным. 60 миллионов распределяются, но эта сумма позволит оплатить только 20 сертификатов на приобретение благоустроенного жилья. Остается еще 41. В профильном министерстве пояснили, что сертификат выдается, но невозможно предсказать, когда сирота решит воспользоваться им. Если вдруг так получится, что все дети-сироты обратятся до конца этого года за предоставлением выплаты по сертификатам, порядка 98 миллионов рублей – это средства, которых не будет хватать на их оплату. Если сертификат выдается, значит деньги должны лежать на счету. Я вот так понимаю. А не так просто он выдался, а потом, когда люди нашли квартиру, они еще к вам будут годами бегать, выпрашивать. Не так же просто Бастрыкин поставил этот вопрос на контроль. Депутат настоял на том, чтобы все жилищные сертификаты обеспечили финансированием в полном объеме, независимо от того, когда дети-сироты решат обратиться за их обналичиванием. Предложил на ближайших заседаниях профильных комитетов провести детальное обсуждение сложившейся ситуации и прийти к положительному решению до конца 2024 года. Этот вопрос будет на особом контроле у депутатов при распределении дополнительных поступлений в бюджет текущего года и при формировании бюджета 2025. Накануне ульяновские профсоюзы присоединились к международной акции «За достойный труд», лейтмотивом которой стала простая формула – «Тот, кто работает сегодня, должен бороться за свои права». А в реалиях России главным лозунгом профсоюзов в этом году стало «За социальное партнерство». Что делают представители рабочих коллективов для достижения практических результатов, расскажет Евгений Луковкин. Простой пример, который профсоюзами по всей России рассматривается однозначно негативно. Разная оплата труда для сотрудников одной и той же специальности в сетевых магазинах в разных регионах страны. Мы сегодня, как профсоюз, доставим на то, чтобы была очень четкая отраслевая система плат труда, которая регулирована в этот момент. И люди за равноценный труд при нормальной схеме своего труда получали вот такую достойную заработную плату. В такие моменты местные власти, как правило, стараются поддержать представителей защитников прав рабочих. В чем еще совпадают их интересы – постепенной индексации доходной части семейных бюджетов, чтобы нивелировать инфляционные потери. Трехсторонняя комиссия, собранная из представителей власти, предприятий и профсоюзов, согласна, что мы только в начале положительной динамики. Мы видим уровень заработной платы по территории Ульяновской области. Он чуть превышает 55 800 рублей. Но на самом деле мы только на 10-м месте в Привозском федеральном округе. Мы отстаем от Привозского федерального округа порядка 10 тысяч где-то. В 2021 году среднемедианная зарплата в регионе составляла около 32 тысяч рублей, сегодня 46 600. В основном дело в нехватке ресурсов в финансовом блоке для поддержки бюджетников. Есть отставание по средним и мелким предприятиям. По всем сложным и спорным вопросам профсоюзы продолжают последовательную работу. Итоги трехсторонней комиссии показали заинтересованность всех ее участников в достойной зарплате трудоспособного населения нашего региона. Ульяновская область стала одной из первых, кто присоединился к акции по сбору макулатуры в поддержку нацпроекта «Экология». За две недели в проекте приняли участие 600 учащихся разных классов. Вместе с учителями и родителями они собрали свыше полтонны бумажных и картонных отходов. Кроме того, прямо сейчас в регионе проходит второй Всероссийский экологический фестиваль. Подробнее о нем Вячеслав Новожилов. С экологией большинство людей связывает, пожалуй, лишь прогноз погоды, да наставление. И с детства не разбрасывать мусор. А между тем, наука эта на нас с вами влияет непрерывно и в куда большем масштабе. Измене климата ускоряется, идет достаточно интенсивно, наблюдается и на территории Российской Федерации, в частности, центральной, южной части, европейской части России. Особенно летом у нас идет такая статистически значимая тенденция на засушливость, идет рост температуры и сокращение осадков. И вот даже в Привозском федеральном округе тоже такие оценки уже есть. О том, как жить в этом отнюдь не дивном новом мире и как препятствовать изменению климата, рассказали делегаты второго Всероссийского экологического фестиваля «Экологическое образование как фактор благополучия России». Нам очень важно, что мы создаем вот такие педагогические научные сессии для того, чтобы действительно менять концепцию подхода к индивидуальным проектам, которые дети пишут в 10-х классах, и вообще к проектированию в школе. На наш взгляд, мы считаем важным, что проектирование индивидуальной проекты – это все-таки первый шаг действительно в глубокую науку, где есть исследование и эксперимент. Гости фестиваля – члены РАН, преподаватели и ученые. В Ульяновск прибыли из многих городов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Доклады на актуальные экологические темы будут читать перед практикующими студентами и школьными вузовскими педагогами. После встречи они адаптируют материал для учеников. Сейчас появляются даже мультфильмы на тему изменения климата, и в детском саду начинают ребятишки их смотреть. Но в целом дети приходят, вот такой средний уровень среднеобразовательной школы, они очень мало знают, они понимают, что это какая-то громкая тема, но глубоких знаний о причинах изменения климата, о последствиях их нет. Вот это еще нужно формировать. Так как я работаю уже учитель биологии, мне это мероприятие интересно, так как оно поможет мне для себя, наверное, выявить какие-то практики для дальнейшей работы. Ну и так же, как я еще студентом являюсь и работаю еще и с молодежью, у меня есть должность еще в университете. Мне кажется, что я могу это использовать как организатор каких-либо мероприятий, либо как участник тех же самых мероприятий подобного формата в моем университете. Исследования климата – это физика, химия, искусственный интеллект, это там внутренние геологии и так далее, исследования. И если мы это все совмещаем в комплексе, то получается, что на перспективу наши дети создают некую такую технологическую подушку безопасности, которая позволит создать инструменты, которые, ну, наверное, сделают наш мир чище. Полученные знания педагоги включат в программу подготовки школ распределенной сети экологических и климатических исследований, а также Центр поддержки одаренных детей «Алые парусы». Вячеслав Тоножилов, Юрий Тимонин, репортер «73». Традиция, появившаяся в 2022 году и призванная проявлять внимание и заботу к будущим матерям. День беременных – всероссийский праздник, который отмечают два раза в год – 7 апреля и 7 октября. В городской поликлинике на этой неделе состоялась встреча, где будущим мамам рассказали секрет счастливого материнства. Какие самые волнующие вопросы будущие мамы задают ульяновским специалистам, узнавала Екатерина Горбачева. У нас есть с вами определенные механизмы, когда мы сдержались, но гормоны от этого не переработались. Они ушли в кровь, а кровь их донесла до ребенка. А ребенок не социальный, он у нас не умеет регулировать себя. Гормон кортизол регулирует обмен веществ, а при стрессе помогает организму правильно реагировать на возбудителей. Для взрослого человека – помощник, для ребенка – враг, который влияет на гармоничное развитие в утробе матери. Формулы спокойствия для будущих мам от медицинских психологов. В первую очередь наши консультации рассчитаны на первобеременных женщин, потому что они мало осведомлены, у них нет опыта в родах, и это полностью подготовка к родам. Целый блок в отношении того, какая я буду мама, насколько я компетентна. Для Анны Парамоновой оказаться в роли пациента не вполне привычно. Сама врач с 11-летним стажем понимает, насколько важно получать помощь и поддержку от коллег. Особенно, когда готовишься стать мамой впервые. Моральная помощь – это в первую очередь, поскольку беременность все равно в состоянии непривычное. И есть приятные ощущения защищенности. То, что мы получаем витамины, мы получаем поддержку словами, действиями. При каких-то непредвиденных ситуациях быстрая очень реакция коллег, госпитализация, помощь. Можно быть хорошим специалистом, хорошим человеком, но полностью жизнь сложная – это когда у тебя есть дети. Самое важное новое для каждой женщины – это новость, когда она узнает, что она становится мамой. Женщины посещают регулярно у нас школу матерей, проходят вот эти мастер-классы. Посещаемость хорошая. Беременных в нашей женской консультации на данный момент около 400 наблюдается. Вот приходят каждый день, встают новые беременные на учет. И получают, кроме медицинского обследования, консультацию от социального работника по выплатам от юриста о правах перед работодателем. А при необходимости – совет от врачей. Рождение ребенка для обоих родителей – это очень важный момент. И теория без практики не существует. Вот расскажите, как установить связь между мамой и ребенком в первые минуты его рождения и в последующие? Сразу после рождения, если с ребенком все хорошо, нет показаний для оказания ему какой-то экстренной помощи, его выкладывают на грудь мамы, контакт кожа к коже. Во-первых, ребенок сразу приобретает свой домашний иммунитет. Ну и в дальнейшем тесный контакт мамы-ребенка никто не отменял, конечно. Все мы носим детей своих на руках. Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить. Благодаря нацпроекту «Демография» задача выполняется. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73. С колес в конкурсную баталию. Съемочная группа репортера 73 покоряет Сергеев Посад. Татьяна Домоданова и Алексей Юферев представили свое видение истории семьи особого видения. Международный медийный фестиваль «Братина» продолжается. Впереди экспертная оценка работ в основных номинациях. А прямо сейчас мы покажем материал наших коллег, предоставленный телекомпанией «Тонус». В Сергеево-Пасадский музейный комплекс «Конный двор» можно прийти пешим ходом на экскурсию всей семьей. А можно прибыть на коне. Кто-то, кстати, так уже поступил, видите, спешился. Ну а можно прибыть на поезде, как и поступила наша съемочная группа. И как, кстати, поступили и герои нашего репортажа, которые прибыли из романтичного города на Неве. «Троицкий собор с перестройками. 1547 год». Одна тысячная от одного процента. Это, скажем так, движение руки у лица, свет, тень при определенном сочетании, но не на улице. На улице совсем. Это с рождения? Да. Что-то по ощущению чувствуется. Тепло чувствуется. Тепло, да. Тепло чувствуется. У Олега была мечта поездки по городам Золотого кольца России. И вот получилось, что мы первый город, который увидим, узнаем. Это Сергеево-Пасад. Вообще интересно, что за фестиваль, потому что для нас вообще это было неожиданно. Неожиданно, потому что когда ролик записали, отправили, даже не было никаких ожиданий. Поэтому когда был звонок, что поздравляем. Выиграла в конкурсе, который объявлен был у братины. И приехал сюда. И эта семья встретилась с семьей детского дома и центра таких же деток. Они познакомились. Ты сейчас с Олегом познакомилась. У вас такое краткосрочное было знакомство. Появились уже какие-то ощущения? Интересно или нет? Сцепило то, что он на фортепиано играет. Потому что я тоже. В плане вот этого мне было бы интересно у него спросить, какие произведения, в каком классе он по фортепиано. То есть с тобой не соскучишься? Конечно. Поэтому это стоят на месте, конечно. Это сама такой энерджайзер. Но на самом деле с ним приходится меняться, и ты не заболотишься лично. Мне приходится тоже делать, меняться, расти иначе. С ним интересно. И ты понимаешь, что ты действительно приносишь реальную пользу. Теперь смотри. Здесь символ гостеприимной хозяйки, которая встречает гостей. Как ты думаешь, что вот здесь? Ну это такой вот хлеб-батунь. Масса талантов, а где как не в музеях их развить? Как где не при познании мира их вообще распаковать, раскрыть, расширить? Это же невероятные возможности. Спасибо, братине. Хлеб, соль. Да. 400 тысяч рублей – региональные выплаты. Плюс аналогичная сумма от Министерства обороны. К ним добавляется подъемное пособие в размере одного оклада по должности. В сумме выходит около 850 тысяч рублей. Такое разовое денежное вознаграждение получают ульяновские добровольцы, изъявившие желание отправиться на защиту интересов страны в зону специальной военной операции. Для заключения контракта приходят как молодые люди, так и ульяновцы старшего поколения. Подробнее в материале Павла Петрикова. У пункта отбор на военную службу по контракту многолюдно. Семьи собрались здесь, чтобы поддержать своих близких, мужчин, которым вскоре предстоит отправиться на фронт, чтобы защищать свою страну и ее жителей в зоне специальной военной операции. Сегодня у нас запланирована очередная отправка военнослужащих в резервный полк в Ростовскую область. Военнослужащие проходят интенсивную боевую подготовку перед убытием в зону боевых действий. Подготовка будет длиться от двух недель до месяца, в зависимости от воинской должности, на которую они будут назначены. Добровольцы прибывают непрерывно. Число тех, кто стремится защитить родину, неуклонно увеличивается. Во-первых, у меня брат младший там, уже три года. Я решил тоже пойти. А у меня там друг уехал недавно. Мы тоже решились. Нередко случается так, что в семьях многих добровольцев предки прошли через горнило войн. Отец, дед, прадед сражались в Великой Отечественной войне, чеченской кампании. Денис решил пойти по их стопам. Не остался в стране и молодой человек по имени Даниил. Решил поддержать своих друзей, родственников, которые тоже там находятся. Там дядя у жены получается, у меня брат там, друг лучший тоже. Хочется поддержать своих, не хочет освеживаться и поэтому подписал контракт. Пример родственников и друзей вдохновил Даниила на решительные действия. Не мог сидеть дома, когда в стране происходили такие важные переломные события. Подписал контракт и теперь он доброволец. Да, в его крови бурлит адреналин, но прежде всего им движет чувство гордости и долга. Для того, чтобы заключить контракт, кандидату, извившему желание, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства, либо напрямую в пункт отбора по адресу город Ульяновск, улица Карломаркс, 39А. При поступлении на военную службу по контракту с кандидатами проводится социально-психологическое изучение, медицинское освидетельствование, по результатам которого будет определена категория годности военнослужащего. Между тем, администрация города, жителям, решившим заключить контракт с Министерством обороны, предоставляют содействие в прохождении медицинского освидетельствования, а также оформлении необходимых документов. Павел Патриков, Константин Никитин, репортер 73. Ульяновские стражи правопорядка встретили полицейскую осень, 5 октября, в день работников уголовного розыска. Сотрудники правоохранительных органов вместе со своими семьями соревновались в силе, ловкости и демонстрировали искусство сервировки столов. С подробностями Антон Кузьмин. Для борца с преступностью спорт – неотъемлемая часть профессии и жизни. Ежегодно проверку физических качеств ульяновских правоохранителей устраивает полицейская осень. Спортивные игры уже стали доброй традицией у МВД. В программе этого года – перетягивание каната, силовая гимнастика, прыжки в длину, подъемы туловища, метание снарядов и не только. Участие во всех конкурсах полицейские принимали со своими семьями. Проводим это время с пользой, для здоровья, для своих семей, для своего коллектива, для своей страны в том числе. Потому что таким примером мы, во-первых, послужим наших детей. Это будущая наша семья, это наше поколение, которое нас меняет и на этих традициях будет выстраивать новую Россию. Полицейская осень не только про спорт, но и про общение. На мероприятие семьи представили на суд жюри столы, сервированные домашней выпечкой и заготовками. Кроме того, продукты длительного хранения в составе гуманитарного груза отправлены бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. В этом году свой юбилей отмечает старейшая из ныне существующих краеведческих изданий Ульяновской области. 30 лет исполняется культурно-просветительскому журналу «Мономах». Отметить памятную дату решили образовательным проектом для юных читателей. Подробнее в следующем сюжете. Сколько весит шапка «Мономаха»? Ответить на этот вопрос могут лауреаты одноименной награды. Премия «Шапка Мономаха» существует в области с 1998 года. Достается она тем, кто внес лепту в исследование истории родной земли. Ульяновские краеведы, литераторы, музейные работники, историки и публицисты. Образовательный проект «30 минут в шапке Мономаха» призван познакомить юных читателей Оксаковки с земляками, чей вклад в культуру региона неоценим. Нам бы хотелось рассказать об этом журнале нашим юным читателям. Вот так и получилось, что мы сняли серию видеоинтервью. Их получилось шесть. Одни длятся где-то 30 минут каждая. И есть еще блиц-интервью, в котором лауреаты премии «Шапка Мономаха» отвечают на короткие вопросы. Вопросы именитым гостям задавали восьмиклассники Ульяновской средней школы номер 66 Юртаев Артем и Шагеева Алина. В интервью говорили просто о сложном. Так, чтобы все нюансы истории родного края были понятны для взрослых и детей. Если каждый из вас посмотрит хотя бы одно любое интервью из этого проекта, я обещаю, что искрка любви к родному краю обязательно загорится в ваше сердце. И вы уже совершенно по-другому будете смотреть на наш город, на наш край и отзываться о родном городе. Новые выпуски видеоинтервью выходят раз в две недели на сайте библиотеки имени Аксакова. Недавно в Краеведческом музее обновили экспозицию по Первой мировой войне. Появилось множество новых экспонатов, в том числе подлинники начала 20 века. Сегодня в стенах музея открылся и старый новый зал, посвященный знаменитому орнитологу Сергею Бутурлину. С подробностями Вячеслав Новожилов. Как сотрудники фондов говорят, смотрите, крышечка немножко потертая, пользовались несколько поколений. То есть это флакон для духов, очень красиво. А Мессинская модифактура, у них клеймо на основании такое характерное. В каждом музее есть коллекции, которые представляют его гордость. И к числу таких коллекций относится, мы так и говорим, бутурлинская коллекция. Коллекция дворянского рода бутурлиных. Отпрыск древнего дворянского рода Сергей Александрович Бутурлин – личность, выдающаяся за пределы музейной экспозиции и так точно. Одних только предметов его коллекции в запасниках Краеведческого более 7 тысяч. Старый зал не вмещал и малую их долю, в новом тоже уместилось немного, но все же более 70 редких экспонатов. Средства на реконструкцию зала выделили по нацпроекту «Культура». Сергей Александрович Бутурлин, материал которого составляет значительную часть коллекции, в то время служил в Прибалтике. Он был мировым сырьем, юристом. И когда в то время началась Первая мировая война, он опасался за свою коллекцию, за материалы, а у него там были и рукописи, и материалы семьи все. И он отправился сюда, в Симбирск, в село Усть-Урей, Корсунского уезда, к своим знакомым. Все, что не уместилось в экспозицию, можно увидеть с помощью интерактивного экрана. В его памяти редкие фотографии орнитолога, масса трудов и изображений птиц. Их изучению Сергей Бутурлин посвятил всю свою жизнь. Дополнительно здесь есть вещи, связанные с Сергеем Александровичем, как с охотником, потому что он писал много научных трудов, посвященных не только рациональной охоте, как это ни странно, а еще плюс ко всему он писал труды достаточно такого интересного плана из разряда математики. То есть по определенным формулам ученые рассчитывали, какими пользоваться пулями, сколько пороха брать, какое должно быть ружье. Сергей Бутурлин совершил несколько экспедиций по Крайнему Северу, суровая природа манила исследователей, как и обитатели полярных широт. Богатое собрание ученого позволяет проводить на базе музея орнитологические конференции, самые известные из которых – бутурлинские чтения, со всем архивом которых можно также познакомиться на электронном стенде. Вячеслав Новожилов, Юрий Тимонин, репортер «Семьдесят три». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА